Здравствуйте, дорогие ребята! 1 апреля у нас отмечается Международный день птиц. Уже наступила весна, на улице пригревает солнышко, скоро из дальних стран возвращаются к нам птицы. Каждая птица вьет свое гнездышко и ищет себе пару. Сегодняшний мой рассказ «Сватовство», который написала Тамара Крюкова, как раз об этом. Слушайте. Стали по весне птицы свадьбы играть. Всюду гомон до веселья. Гнезда строят, песни распевают. Поглядел на них воробей, завидно ему стало. И задумал он жениться. Всяк свою семью создает, гнездо обустраивает. Один я, ни кола, ни двора. Нужно мне век? Неужто мне век? Как боблям ходить? Подскочил воробей к луже, глянул на себя, приосанился. Молодец! Хоть куда, шустрый, бойкий! Уж если я женюсь, то невесту себе выберу самую лучшую, решил воробей и отправился на поиски. Глядит. По вспаханному полю трясовуска ходит, хвостиком потряхивает, наклонится, хват червячка и опять ищет. Такая работница на редкость. К трясовуске посвятуюсь. Она хозяйственная, видишь, как червячков выискивает. К ней прилеплюсь, всегда сыт буду, думает воробей. Подлетел он к трясовуске, перышки взгерошил, крыльями для важности похлопал и разговор завел. Чик-чирик, выходи за меня замуж. Подожди, видишь, работаю. Отмахнулась от него трясовуска и на новую бороздку перелетела. Нет, думает воробей, эта жена не по мне. С такой словом не перемолвишься. Велика ли радость, если жена всю жизнь в землю уткнувшись проходит? Лучше я себе образованную найду. Полетел воробей дальше. Недолго летал. Видит, на проводах ласточка сидит. Да так славно щебечет, что аж сердце заходится. Фьюк-фьюкс! Обрадовался воробей. Вот кому посватаюсь. Будем рядышком сидеть, да щебетать по душам. Облетел воробей вокруг ласточки как можно галантнее, Чтобы не посчитала его невежей. И приземлился подли. Чик-чирик! Выходи за меня замуж! Что ж, полетели. Фьюк-фьюкс! Прощебетала ласточка и взмыла ввысь. Воробей за ней. Да не тут-то было. И половину той высоты не набрал, как уж выдохся. Селенок не хватило. Вернулся на провода. А ласточка, знай себе, в поднебесье парит под самыми облаками. Нет, такая жена мне совсем ни к чему, Чтоб всю жизнь на меня свысока смотрела. Пускай на себя другого удальца поищет. Решил воробей и полетел прочь. Прилетел на городскую площадь. Увидел голубку. Присмотрелся к ней воробей. Ходит чинно. Воркует сладко. Взлетит невысоко и опять на землю. Вот какая жена мне нужна. К голубке посватаюсь. Направился воробей к голубке. Подсел поближе. Собрался свататься. Да как глянул на нее, так вся охота разом прошла. Ну уж нет. Куда мне с такой дылды жить? Только мы это одна. Да так, ни чирика не произнеся, полетел дальше. Залетел мимоходом в парк. Глядь, на веточке синичка сидит. Воробей так и обмер. Вот она, моя невеста, думает. И ростом вышла, и нарядом. Прямо фронтиха. Хоть сейчас под венец. Воробей наспех перышки почистил, хвостик растопырил и к синичке на веточку. Скок-скок. Чик-чирик. Выходи за меня замуж. А ты для меня червячков носить будешь? А еще я сальца люблю, говорит синичка. Нет, такую жену мне не надо. Якая привереда. Ее не прокормишь. Да и что в ней хорошего? Один наряд. У красавиц всегда сплошные капризы. Хлопот не оберешься. Загрустил воробей. Такая, видно, моя доля. Как не хороши невесты, а все с изъяном. Не могу я жены подстать себе найти. Летит он, но души чернее тучи. А на показ хорохорится. Клюв кверху, крылья в размах. И вдруг слышит. Чик-и-чик. Оглянулся воробей. А на карнизе воробьиха сидит. С него глаз не сводит. Да такая хорошенькая да пригожая, Что и чириками передать. Вся ладненькая, перышки коричневые, гладкие. Клювик задорно кверху поднят. Глазки точно бусинки блестят. Со всеми воробей смелом был. А тут слов лишился. Хотел прочирикать, выходи за меня замуж. А только я вымолвил. Чик-чирик. Чики-чик. Чик-чик. Чирик-чирик. Ответила воробьиха. И они друг друга поняли с одного чирика. Да что там с одного чирика? Свою пару. Каждый с одного взгляда узнает. Вот такая интересная сказка. А может быть даже и быть. Сегодня была вами услышана. Мне очень хочется, чтобы вы посмотрели картинки. Вот посмотрите. Воробей с воробьихой. А может быть с синичкой. Вот ласточка. А вот здесь, кто у нас здесь? Здесь у нас воробушек. Попробуйте нарисовать птиц, которых вы услышали в этом рассказе. И может быть вы даже выложите свои рисунки. Я буду очень рада. До свидания, ребята. Будьте здоровы. Всего вам самого доброго. Продолжение следует.